Вопрос о реформе науки для меня очень непрост. Он как-то для меня тёмен по многому. Не потому, что я ничего не понимаю в науке вообще или потому, что я далека от этих кругов. Нет. Во-первых, действительно, очень многие процессы, которые происходят в нашем российском обществе, замешаны именно на переделе собственности. Поэтому, по большому счёту, я не удивлюсь, если вся эта история связана именно с тем, чтобы так или иначе положить тёплые руки на то имущество, которым владеет Российская Академия Наук. А какими должны быть академиками? 15-летними? Вот это просто меня это потрясает. Наука должна помолодеть. Ни для кого, к сожалению, не секрет, что наука не молодеет вовсе не потому, что не появляется светлейших голов, а потому что светлейшим головам здесь себя применить некуда. Потому что, по большому счёту, у нас нет на сегодняшний день той базы, все кричали про Сколково, базы нет. Там есть жалкое подобие, 400 метров кабеля, больше взять нечего. Такие вот анекдоты ходят. Соответственно, молодые люди, которые должны были чуть-чуть возрастя, так сказать, пойти туда, собственно, в лаборатории, я не знаю, на творческие какие-то конференции, они все уезжают. Они все уезжают. Стоит только человеку молодому опериться, понять своё направление. Ведь вы посмотрите, что происходит. Сейчас мы гордимся, в том числе, нобелевскими лауреатами, в том числе, последними, с графитом связанными. Ведь это всё люди, которые в своё время от нас уехали. Чем они, не наши академики, а просто люди, которые сейчас находятся в Академии наук. Им нужно поклониться с низкой до земли, создать для них условия. И создать условия, когда они могли бы свой опыт передавать. А они побойче и других ещё будут. Я по себе знаю, что я зачастую своих студентов даже эмоционально перерастаю. Я могу им дать больше. Поэтому мне кажется, что то, что делать, надо им помочь, но не влезать. Мне кажется, мы, ну то есть не мы, мы, к сожалению, ничего не рушим. Мне кажется, такой шаг может разорить просто гнездо раз и навсегда. Знаете, некоторые птички больше не прилетают к гнездо, если взять руками птенца. Даже если ты его подсадил в гнездо, не прилетают, чувствуют запах чужой. Как бы здесь так же не получилось.